а и так или электрический уголь вопрос зачем нахуя и какого хрена сраная рыба может тебя убить и ударить электричеством 850 вольт или сколько там привет вы на канале с миру по факту это ужасно а меня зовут александр гришин и в сегодняшнем выпуске версуса я расскажу и покажу на что способен электрический уголь поехали понятно понятно электрический уголь опаснейшая рыба среди всех электрических рыб этот уголь способен испускать мощный электрический заряд если взять молодого угря в руки то ощущаешь легкое покалывание а это с учетом того что малюткам всего несколько дней и размером они несколько сантиметров легко представить какие ощущения получишь если прикоснешься к двухметровому угрю и человек при таком тесном общении получает удар до 600 вольт и от него можно умереть мощные силовые волны электрический уголь посылает до 150 раз в сутки столько животных с охуенными способностями и невероятными обилками а мы людишки их подпиваясь жрем у нас самая охуенная обилка мозг который дает нам кучу других вещей для охоты уголь используют напряжение от 300 до 600 вольт атака электрического угря состоит из четырех восьми разрядов однако они короткие продолжаются всего лишь две три тысячных секунды приблизившись к жертве уголь осуществляет электрический разряд и преследуемая рыба а также все живые существа вокруг впадают в оцепенение угры остается выбирать наиболее подходящую жертву широко и байды мощи охотиться не надо проскрыв пасть он одну за другой блять а у них есть вообще враги ну я к тому что кто их жрет блять вот из природы акулы а акулам потом нихуё блять это глотает рыб крабов и других мелких животных во время глотания он сапита поднимает шум один рыбак по имени зель рауджо ловил рыбу в амазонке и случайно поймал электрического угря угре ему был не нужен и он уже хотел перерезать леску чтобы отпустить его как вдруг он заметил каймана зель стал наблюдать что будет дальше кайман атакует но угорь сразу же дает отпор в виде нескольких очень сильных зарядов сотни вольт проходит через тело каймана видно как он содрогается а затем замирает кайман сам оказался жертвой но азель потом отпустил угря от греха подальше ну то есть крокодил кайман то крокодил какой-то то есть блять он нихуя не может сделать вот еще несколько кадров неудачных атак рептилий на электрического угря пиздец электрический угорь обладает настолько совершенной защиты от нападения что в привычной среде обитания у него практически нет естественных врагов известны лишь некоторые случаи противостояния электрического угря с крокодилами и кайманами блять лоу живут электрические угри в неглубоких реках южной америки большом количестве встречаются в водах амазонки в тех местах которых живет угарь чаще всего большой недостаток кислорода интересно развитие электрического угря в ротовой полости особых участков сосудистой ткани она позволяет ему усваивать кислород непосредственно из атмосферного воздуха для захватывания новой порции воздуха байк должен подниматься к поверхности воды по крайней мере один раз в 15 минут но обычно он проделывает это несколько чаще если рыбу лишить такой возможности она погибнет способность электрического угря использовать для дыхания атмосферный кислород позволяет ему в течение нескольких часов находиться вне воды но только если его тело и ротовая полость остаются влажными эта особенность обеспечивает повышенную выживаемость у грей в неблагоприятных условиях существования электрические угри это крупные рыбы средняя длина взрослых особей составляет один или полтора метра а максимально два с половиной блять просто этаж весит он до 40 килограмм тело удлиненной немного сплюснута с боков кожа гладкая не покрыта чешуей плавники очень развиты с их помощью электрический уголь способен с легкостью передвигаться во все стороны окраска взрослых электрических угрей коричневая нижняя сторона головы и горло ярко оранжевая окраска молодых особей бледнее самое интересное в строении электрических угрей это его электрические органы которые занимают более двух трети длины тела положительный полюс этой батареи лежит в передней части тела отрицательный в задней наибольшее напряжение разряда по наблюдениям в аквариумах может достигать 600 вольт но обычно она меньше и у рыб метровой длины не превышает 300 вольт этой мощности хватит чтобы зажечь 5 электрических лампочек сам разряд который вырабатывает электрические угри не является смертельным для людей но все же он очень опасен если находясь под водой получить удар током можно запросто потерять сознание и захлебнуться и вот вам наглядный пример из да нахуй но не волнуйтесь с этим парнем все в порядке на суше удары угря выглядят не такими устрашающими электрический угарь агрессивен он может нападать без предупреждения даже если никакой угрозы для него не существует если что-то живое попадет в зону действия в его силового поля долго не станет прятаться или уплывать прочь я вам просто выпрыгивает лучше самим отплыть в сторону если на пути окажется электрический уголь не стоит подплывать к этой рыбе на расстоянии меньше чем 3 метра именно это и есть основной радиус действия поля метрового угря электрический угорь представляет собой опасность для всех водных обитателей черепах лягушек ячериц и даже взрослых анакон и кайманов и оборит почитаю держаться от взрослых особей угрей подальше однако иногда молодые и неопытные кайманы все же решаются напасть на электрического угря и здесь как правило отступают получив электрический разряд ну а этот песик вообще не понял с чем столкнулся думал что просто какая-то змея за что и поплатился ну а на это они еще их в пасть берут были там просто поебалу такой разные все электрический угорь и это один из самых совершенных хищников у крупных особей нет естественных врагов ибо никто не способен выдержать столь мощный разряд током до 5 акул их не жутче ты пиздобор же огромный кайманы ему не страшны ставь лайк если понравилось видео и делись им со своими друзьями блять жесть какая-то ёб твою мать сраные угри я же говорю блять больные нахуй а прикиньте как было бы прикольно если бы еще и визуально было видно волны эти электрические ну как в какой-нибудь игре блять блять бай был охуенный просто Продолжение следует...